Надо изучать. Это серьёзная тема. То есть мы изучаем, как на компьютере работать, изучаем языки и так далее. Но считаем, что это высокое образование. Смотрите, есть профессиональное образование, есть нравственное образование, есть духовное образование. Раскаяние — это уже духовная деятельность. Самое высокое и труднодостижимое, труднопонимаемое образование — это духовное знание. Раскаяние происходит в результате отношений с кем-то, кому ты раскаиваешься. Нужен святое, с которым ты строишь отношения. Это может быть человек, который жил давно, так как мы неуничтожены, мы души, вы живёте вечно. Знаете об этом? Догадывайте, вы не можете знать сейчас, потому что Знание об этом означает уже высокую духовную платформу. Вы только полтора года назад начали изучать эти темы все. Правильно? Примерно я так чувствую. Вы не можете так быстро узнать, что вы — душа. Это очень мало. Это очень мало. Знание — это приходит через старших всегда. Оно не приходит человеку просто из-за того, что он читает. Чтение — это деятельность ума. Духовное Знание действует только через разум. Разум работает в отношениях, которых ты подчиняешься. Становишься смиренным. Надо найти себе старшего кого-то, старшего. И по отношению к этому старшему говорит, «Я не права в этой ситуации. Я хочу жить по-другому. Я не хочу больше так поступать. Пожалуйста, дай мне Знание. Помоги мне. Я не хочу больше так жить». И так каждый день, много раз. Может быть, по часу в день. Вот так вот сидеть и общаться с изображением старшего. Можно обращаться к святовщенной книге. Мусульмане так делают. Можно к святому имени обращаться. Можно к святому человеку. Когда человек начинает эту деятельность, постепенно сердце пробуждается в внутренней жизни. Внутренняя жизнь — это то, чего нет сейчас в нашем обществе. Мы не знаем, что это такое вообще. Многие не знают, что это внутренняя жизнь. Отношения вообще не строятся внешне, они строятся только внутренне. Люди думают, что у них есть отношения. Часто муж с женой живут 5-6 лет вместе и ни разу искренне, глубоко не поговорили друг с другом. Это означает, нет отношений. Просто они наслаждаются друг другом, и всё. Это означает, они просто существуют. Жизнь человека протекает только в глубоких отношениях, которые происходят не во время разговора, а не происходят до того, как. Надо садиться рано утром и сначала строить отношения с чистыми людьми. Эта чистота входит в сердце, и она дальше живёт в остальных отношениях. Это означает нормальная жизнь. Всё, что мы видим вокруг себя сейчас, то, что написано в газетах, в журналах, мы видим по телевидению, это всё разрушает нашу внутреннюю жизнь. Почему? Потому что всё это настраивает нас на внешнюю жизнь. Нам не проповедуют по телевизору слишком часто, мы не получаем искренних отношений, всё пропитано цинизмом, политикой. Это всё разрушает веру людей в то, что есть чистота, есть что-то настоящее. Значит, надо искать этих отношений, искать их, потому что всё равно они есть. Это основа жизни, без них невозможно жить. Когда человек имеет такие отношения, он раскаивается перед тем, кому он верит. Надо сначала понять, что это чистый человек. Даже если ты общаешься с иконой, всё равно ты не знаешь, святой это человек или нет, но во время отношений ты приходит к этому знанию. Раскаяние — это тоже жизнь, которая даёт очень сильный результат. Сердце становится сильным, означает чистым. Уже для женщины чистое сердце означает вера в семью, означает правильное поведение. Женщина, которая имеет знания, как вести себя в обществе, она не строит глазки всем подряд. Она уважает своё женское тело. Она уважает себя как женщину, поэтому она не будет размениваться. Она охраняет свою красоту для близких людей.